Аким области Кумар Аксакалов с рабочим визитом побывал в районе Шалакына. Глава региона проинспектировал строительство водопроводных сетей возле села Повозочного. В качественной питьевой воде здесь нуждаются полторы тысячи человек. Это жители сел Берлика, Кенеса, Жанашола и Жанаталапа. Работы ведутся в селе Берлики, в селе Кенес. До конца года, получается, мы хотим освоить и основную магистраль все закончить вместе с подводками. На следующий вот только начнем насосные станции. Как показывают работу локальные источники, начали бы все-таки башни? Эффективность, наверное, сейчас в лучшем случае локальные показывают. Башня, ну, смотря от расстояния, очень далеко деревня находится друг от друга. Поэтому насос в любом случае нужен, чтобы подача была построена. Работать над проектом здесь начали в июле этого года. На его реализацию выделили более двух миллиардов тенге. По словам Акима области, водоразводящие сети должны быть в каждом селе. За пять лет воду в свои дома провели 6,5 тысяч человек. Это же существенно сразу улучшает качество жизни. Так ведь? Можно поставить стиральные машинки, можно поставить, с другой стороны, душевые кабинки. Септик можно вырыть, местные сделать. В конце, пока, понятно, нет других источников, можно поставить электро-водогреватели и принимать полноценный душ в сельское место. Вот это задача, которую мы должны решать. Поэтому потихоньку выделяются средства. В этом году 55 населенных пунктов, где работа проводится по улучшению и подаче воды. Но главное – сделать в качестве. Еще две тысячи человек получат чистую воду в следующем году. Это жители Ступинки, Семиполки и Повозочного. На нужный проект направят 2,4 миллиарда тенге. В Повозочном первый руководитель области посетил хоккейный корт. Его хотят сделать крытым. Потребуется 90 миллионов тенге. Село Повозочное развивается с каждым годом. Все благодаря местному товариществу «Агросевер». Единственная проблема, которая волнует сельчан – подъездные дороги к населенному пункту. Доходы, которые получает предприятие, отражались на улучшении качества жизни людей, живущих в этих населенных пунктах. Государство, я повторяю еще раз, делает много. Видите, да? Засфальтировали все дороги, практически осталось три улицы. Освещение почти на всех улицах, так? На всех улицах. Освещение сделали. Буду закончим. Школа нормально работает. Медицина работает нормально. Но осталась только дорога. Ну, ее тоже решим. Тоже решим. Надо, чтобы село было таким аккуратным, образцовым, чистым. Оно и славится своей чистотой. Мы знаем об этом. Но надо, чтобы еще лучше было. Большая работа проводится по линии занятости населения. Это одно из поручений главы государства в послании народу. Из 682 человек наибольшая часть – это 585 – является трудоспособной. Есть и самозанятые. Кроме того, в рамках повышения доходов населения в селе создано более 140 рабочих мест. Олег Шорашумов, Александр Янцен, МТРК.